В наше время есть реальная проблема того, что история родной страны, ее культурные традиции как-то уходят на второй план в сознании людей. Это очень неприятная тенденция. Нет ничего опаснее для современного государства, чем жители, ставшие Иванами непомнящими родства. Ибо в наш век всеобщей глобализации именно история страны, ее традиции — это скелет, который помогает сохранить целостность организма, не позволяя превратиться ему в аморфную массу. Любовь к родине неотделима от любви к ее природе. И, наверное, поэтому именно охотники и рыболовы являются настоящими патриотами и хранителями традиций. Это особенно хорошо заметно, если проанализировать произведения мастеров художественных народных промыслов, где очень часто встречаются работы на охотничьи-рыболовную тематику. Наша страна обладает уникальным искусством народной художественной промыслы. И многие изделия промыслов показывают охоту, рыбалку, природу нашей страны. По инициативе ассоциации с 2021 года в ЦВК экспоцентра проводится Всероссийская выставка «Московский сокольничий». Главнейшая задача этих мероприятий — это показать стране, показать народу наш потенциал охоты. И охоту показать как культурное наследие, именно культурное наследие нашей Родины. Особое место занимает произведения писателей, поэтов, мастеров народных промыслов, посвященные уникальной природе нашей страны, охоте и рыболовству. Охота в России никогда не считалась простым увлечением. Она была для народа и образом жизни, и мудрой философией, оказывая огромное влияние на формирование этнических и моральных норм общества, служа побудительной силой для творчества. Мы подняли глубинный пласт нашего национального культурного наследия, коим являются охота и природа. По замыслу организаторов, «Московский Сокольничий» — не просто демонстрация произведений наших современников. Здесь можно увидеть работы мастеров прошлого, имеющие огромную историческую и художественную ценность, а значит, выставка наглядно показывает преемственность поколений. Мы видим, что эта выставка становится поистине таким народным достоянием, народным событием, которое ждут москвичи, ждут гости нашей столицы. Все вместе мы становимся каким-то образом участникам этого очень важного мероприятия, которое приобретает такие широкие поистине государственные масштабы. Конечно, без прошлого нет будущего, но большая часть экспозиции справедливо посвящена настоящему. Охота в нашей стране — это целая субкультура, которая отражение нашла везде — и в художественной литературе, и в изобразительном искусстве. И в целом это особый мир, который находит воплощение, в том числе и в народном творчестве. С ружьем и лирой. Так называется специальный раздел выставки, посвященный творчеству наших знаменитых писателей-классиков, очень многие из которых были увлеченными охотниками и рыболовами. Автор легендарных записок охотника Оренбургской губернии Сергей Тимофеевич Аксаков писал, «Все охоты с ружьем, с соклами, сетями и удочкой за рыбой — все имеют одно основание. Все охотники должны понимать друг друга, ибо охота, сближая их с природою, должна сближать между собой». Эту мысль можно транслировать на творчество писателей всех поколений. «Непосвященному покажется, что в этом есть некое противоречие. С одной стороны, гении, влияющие на умы нескольких поколений, гуманисты, философы и лекари душ человеческих, а с другой стороны, охота и рыбалка. На самом деле все просто. Настоящий охотник — это человек, влюбленный в природу, тонко чувствующий окружающий мир, умеющий подмечать любые детали. «Лес раскрывается только для тех, кто умеет чувствовать к его существам родственное внимание», пишет Михаил Михайлович Пришвин. Он же утверждает, рыбе — вода, птице — воздух, зверю — лес, степь — горы. А человеку нужна родина. И охранять природу — значит охранять родину. Это не просто красивые слова. Это констатация факта от тонкого наблюдателя природы, знаменитого писателя и настоящего охотника. Для тех, кто сам прошел немало километров по охотничьим тропам нашей отчизны, встречал зарю и засыпал у костра, у того, чье сердце замирало при звуках песни глухаря или начинало бешено колотиться при виде стойки легавой, очевидно, вот она, настоящая жизнь, где ты чувствуешь себя абсолютно свободным. Наверное, поэтому и получались такими яркими и запоминающимися сцены в произведениях, посвященных этой теме. Многие литературные критики, разбирая творчество еще одного писателя и охотника Михаила Александровича Шолохова, отмечают. Именно через сцену охоты на гусей в романе «Тихий дон» автор ярко и образно описывает трагедию главного героя Григория Мелехова. «Охота сближает нас с природой», — писал Иван Сергеевич Тургенев. Он же отмечал, что она вообще свойственна русскому человеку. Лев Николаевич Толстой утверждал, что только охотник, как и земледелец, может испытать чувство восторга, даруемое красотой природы. Не чужд был охоте и Александр Сергеевич Пушкин. Все мы помним знаменитые строки из его поэмы «Граф Нулин». Пора, пора, рога трубят. Псари в охотничьих уборах, чем свет уж на конях сидят, борзы прыгают на сворах. Сейчас как-то не принято говорить об этой стороне жизни наших великих соотечественников. А это то, что идет из самой глубины их души, значимый элемент фундамента, на котором стоит их творчество. У нас фундамент тот же самый, и одна из миссий московского Сокольничева – не дать забыть об этом. Государство поддерживает народные промыслы. Но в России всегда были сильны традиции меценатства. И поддержка со стороны неравнодушных бизнесменов послужит важным вкладом в дело сохранения и развития нашей культуры. В России было очень много традиций. В вооруженной палате, например, мастера могли делать оружие любой страны мира. К царю приезжали, подарок принесли. Надо посмотреть, разобрать, будущий союзник, будущий противник, плюсы, минусы, слабости и так далее. Мастерство современных оружейников достаточно высокое. Я думаю, чтобы наши предки нами бы гордились. Хохламская роспись – это уникальный народно-художественный промысел, который все берет начало с 17 века. Тема охоты и рыбалки для нас очень актуальная. Когда в исторических музеях декоративно-прикладного искусства видишь хохламские старинные изделия с изображением животных, задаешься вопросом, как это в хохламе могут расписаны, например, находятся там белочки, волки, откуда это все. Стали изучать историю нашего промысла. Оказывается, первые мастера, которые закончили школу художественного мастерства в 16-м году и образовали художественную артель, были в основном мужчины. А мужчины чем занимались? Охотой и рыболовством. Выставка позволяет показать все мастерство народно-художественных промыслов. Можно увидеть и прикоснуться, на самом деле, к любому промыслу, увидеть от истоков до современности промысла, разглядеть, рассмотреть. В России охоту словчими птицами включили в федеральный каталог объектов нематериального этнокультурного достояния народов страны, что только доказывает правильность выбора названия выставки и ее символа. Правильная охота, и она должна быть правильной. В последнее время у нас прессинг на охотников очень большой. Если говорить, например, о роли охотников Великой Отечественной войны, например, вот соколы раньше работали по борьбе с глубиной почты. Всякие вот эти пецсредства можно взломать, а голубей нет. Сокола и истреба использовались для поимки вот этой глубины почты. Дети – наше будущее. И в рамках выставки проходят различные мероприятия, так или иначе посвященные юному поколению. Например, конкурс детского рисунка, который проводит военно-охотничье общество. Что касается идеи проведения такой выставки «Московский сокольничий», такой формат, он действительно очень нужный, необходимый. Охота – это древнее ремесло. Благодаря охоте, рыбалке, собирательству человек стал тем, кем он есть сегодня сейчас, разумным существом. И это все, это наша история. С каждым годом у нас все больше и больше увеличиваются участники. Это и скопинская керамика, и холосткая миниатюра. Конечно же, наша любимая хохлома. Перечислять можно очень много. Это и дымковская игрушка, предприятие семейкаракорской керамики. Богородская резьба. Достаточно большой ассортимент. Каждый, конечно, по-своему представил видение об охоте, о том, как представляет ее. Где-то, может быть, сказочная, где-то с юмором, где-то достаточно серьезные работы, профессионально сделанные в отношении именно охоты. Конечно, сюжеты разные, и всегда они вызывают интерес. У наших посетителей. Этим проектом мы хотели не только показать произведение искусства на высоком уровне, которое у нас здесь представлено, но еще и познакомить людей с таким видом искусства, как охота. Охота на Руси, которая была неотъемлемой частью всегда у нас и продолжается до сих пор. И прежде всего охотники – это люди, которые любят природу, заботятся и сохраняют ее. У слова «промысел» есть несколько определений. Одно из них – действие с целью получения выгоды. Например, народные промыслы, промысловая охота. Но есть и другое – божий промысел. Деяние высших сил, нацеленное на достижение всеобщего блага. И выставка «Московский сокольничий» – органичный сплав всех этих понятий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok